Добрый вечер на 12-м канале час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. Они собирались приехать и в Омск. Страна скорбит по юным спортсменам, погибшим в ДТП под Ханты-Мансийском. Билеты не брали, вот отменили. Уже и Путин в курсе скандала с рок-оперой «Иисус Христос. Суперзвезда», как объяснил отмену спектакль «Областной Минкульт». 42-летний Виталий Чайков просто ушел из дома и не вернулся. Пропавший нашелся на кладбище. Внезапная развязка поисковой операции шокировала даже бывалых волонтеров. Павших бойцов вспомнили в Парке Победы. В Омске, как и во всей стране, отмечают 75-летие битвы под Москвой. Закрыто на обработку. Чем заболели воспитанники одного из детских садов Омска? И Любочка и Городовой встретят омичей в Кремле. Но вот эта снежная заготовка – легендарная Спасская башня. В Советском парке начали строить необычный снежный городок. Страшная авария в Ханты-Мансийске может стать поводом для массовой проверки автоперевозок детей. Об этом заявил глава федерального МЧС Владимир Пучков. Во время совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях главный спасатель России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных служб в стране. Напомню, трагедия произошла днем воскресенья. На трассе Ханты-Мансийск-Тюмень столкнулись грузовик и автобус, в котором ехала детская спортивная команда. Ребята возвращались в Нефтьюганск с соревнований по спортивной акробатике. Погибли 12 человек, 10 из них дети, больше 30 человек пострадали. Сегодня в округе день траура. Соболезнования родственникам выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев. От имени всех жителей Омской области письмо в адрес главы округа направил губернатор Виктор Назаров. А сенатор от Омской области Елена Мизулина считает, что гибели детей можно было избежать. Виновные должны понести наказание, заявила Мизулина. Кстати, погибшие в Югре дети должны были приехать и на турнир в Омск. Команда Нефтьюганской школы «Сибиряк» была намерена принять участие в турнире на призы Юрия Зикунова, который стартует 7 декабря. Скандал с запретом в Омске рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» дошел до президента. Напомню, спектакль, намеченный на 1 ноября, был отменен, как предполагала пресса, по религиозным мотивам. И поводом якобы стало письмо организации «Семья, любовь и отечество», члены которой назвали оперу «Богохульством». Владимир Путин поручил министру культуры Владимиру Мединскому разобраться в ситуации. Что же на самом деле стало причиной отмены спектакля, узнаем у Дарьи Шадриной. Она сейчас в региональном Минкульте. Дарья, здравствуй. Здравствуй, Денис. Да, действительно, вокруг постановки рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» действительно не умолкают споры. Существует много различных версий. И вот истинную картину мы сегодня постараемся восстановить с министром культуры Омской области Виктором Прокопьевичем Лопухиным. Виктор Прокопьевич, здравствуйте. Действительно, сейчас существует несколько версий, по одной из которых омичи не смогли увидеть эту постановку из-за обращения некой религиозной общественной организации в мэрию с просьбой отменить. Вот как на самом деле это было, какие причины послужили отмены этого спектакля? Да, добрый вечер. Дело в том, что омичи видели этот спектакль. В 2015 году, уже в постановке театра рок-опера Санкт-Петербурга, этот спектакль шел у нас в концертном исполнении на сцене концертного зала. Заполняемость зала была всего 70%. Да, и на первом спектакле общественные активисты, они выдают себя за общественную организацию нашей православной церкви, значит, и тогда обращались в мэрию, но не о запрете спектакля, а о проведении митинга, пикетирования. Значит, писали письма и к нам, но спектакль прошел. Через год продюсеры, прокатчики, как мы их называем, Екатеринбурга и нашей Омской области решили повторить спектакль, но уже на сцене музыкального театра. И вновь общественные активисты, выдавая себя, эта организация называется «Семьи любви и верности» за общественную организацию от нашей православной церкви, от нашей епархии, вновь обратились в мэрию о пикетировании, проведении митингов возле музыкального театра, написали большую петицию нам. На что мы им достойно ответили? Что патриарх России благословил создание этого спектакля с формулировкой, что чем больше будет в сценическом искусстве, значит, да и в киноискусстве произведений на библейские темы, тем больше народ будет знаком с православной религией. Значит, поэтому мы запретить это никак не могли и не хотели, и в этом не было необходимости никакой. Мало того, мы обратились, естественно, к владыке, к нашему, нашу епархию, и церковь, наша православная епархия, не поддержали общественников. Поэтому мы господину Никитину дали всеобъемлющий ответ, что спектакль продается и будет идти на сцене музыкального театра. Уже понятно, что постановка оказалась просто коммерчески невыгодной. А вот чтобы все-таки коммерческая выгода была, какое количество, к примеру, билетов должно было быть продано, чтобы спектакль себя окупил? К сожалению, на 6 октября было продано всего 42 билета. Это обыкновенный шоу-бизнес, это коммерция. Прибыльно или не прибыльно? Надо заплатить налоги, надо заплатить гонорар, надо коллектив привезти, надо разместить в гостинице, отправить. Я так понимаю, что они, посчитав все свои возможности, отказались от проведения и своим письмом, переписки сообщили продюсерской компании Екатеринбурга, что они спектакль снимают. Музыкальный театр в данном случае, директор театра, тоже потеряли, потому что у них был заключен договор, и они брали аренду. Я так понимаю, что там аренда для музыкального театра это 200-250 тысяч. Поэтому ни господин Ротберг, ни Министерство культуры запретов никаких на эту тему не проводили. Мы сегодня подготовили ответ Евгению Витальевичу, все написали, все разъяснили. Ну а два дня назад я ответил это на коллегии Министерства культуры, точно такой же ответ. Ну и письменно, конечно, мы проинформировали нашего министра культуры Российской Федерации Владимира Славовича Мединского. Я так думаю, что он проинформировал и президента страны. Мы готовы сегодня рассмотреть предложение театра рок-оперы, петербургского спектакля, рок-опера «Суперзвезда», «Иисус Христос, суперзвезда» в следующем году на любой из сцен нашего города. Спасибо, Виктор Прокопич. Но я напомню, что на наши вопросы сегодня ответил министр культуры Омской области Виктор Прокопич Лопухин. Ну а я передаю слово большой студии. Спасибо, Даша. С министром культуры Омской области беседовала моя коллега Дарья Шадрина. Мы продолжаем выпуск. Новые подробности в деле экс-министра имущественных отношений на Вадима Миренкова завели еще одно уголовное дело. На этот раз по статье «Халатность» новое обвинение связано с договором аренды между мэрией и Омск-Водоканалом. Как выяснилось, арендная плата за пользование сетями не повышалась в течение нескольких лет. Свою вину Вадим Миренков, по словам следователей, не признает. Сейчас экс-министр имущественных отношений находится в следственном изоляторе. Срок его содержания там продлен до следующего года. Напомню, ранее Миренкову было предъявлено обвинение в превышении полномочий. Кстати, где все-таки скрывался Вадим Миренков до того, как сдался следователем, по-прежнему неизвестно. 42-летнего Виталия Чайкова разыскали на местном кладбище. Мужчина, по всей видимости, свел счеты с жизнью. Напомню, в полицию к волонтерам Доброспаса обратилась его жена, а Мич просто ушел из дома и не вернулся. Все обстоятельства его смерти предстоит выяснить следователям. Итог поисковой операции с шоком для бывалых искателей, конечно, не стал, чего не скажешь о новичках. Можно ли подготовиться к такому печальному исходу поисков? Как справляются с потрясением те, кто столкнулся с этим впервые и кого в поисковики точно не возьмут? Все подробности поисковой операции в сюжете Елены Смирновой. Такие объявления можно встретить по всему поселку Пушкино. Здесь ищут местного жителя 42-летний Виталий Чайков. Просто ушел из дома и не вернулся при себе, имел деньги и документы. Однако известно, что билеты на автобус, поезд или самолет он не покупал. На центральной улице поселка собираются волонтеры-поисковики. О том, что ориентировки потеряют актуальность уже через несколько часов. В тот момент можно было только догадываться, как и о причинах, заставивших Виталия Чайкова исчезнуть. Финансовая яма у нас дома была. То есть мы вообще без денег оказались. Бывают такие ситуации. Поиски стартуют у дома пропавшего. Здесь волонтеры делятся на группы. У каждой рации для связи и своя территория, которую необходимо прочесать. Особое внимание строящимся зданиям и колодцам. Бывает так, что в поисках помогают и социальные сети, и не только с распространением информации ориентировок. Так, например, на одной из недавно выложенных в Чайковом фотографии напечатлены места, чем-то похожие на подгородку, где у пропавшего, кстати, не так давно был дом, который он продавал. Мы сейчас напротив этого дома, однако никаких следов здесь нет. Нога человека здесь явно не ступала уже несколько дней. Присоединиться к поисковой деятельности может любой желающий, желательно старше 18 лет, и желательно иметь в распоряжении личный автомобиль. Хотя в попытках выйти на след пропавшего человека нередко приходится наматывать не один километр пешком. Кроме того, поисковик — это наблюдательность. Ведь помочь может любая деталь, особый склад характера, готовность сорваться на помощь любое время и в любую погоду. Важна также психологическая устойчивость, ведь финал поисковой операции всегда непредсказуем. Как в этот раз разыскать пропавшего удалось на местном кладбище. Мужчина, по всей видимости, свел счеты с жизнью. Я, ну, как бы не совсем первый раз. Это второй мой выезд. Первый выезд был на крутую горку Анастасии Небукиной. Вот, ну, такое, конечно, у меня в первый раз. Конечно, непросто. Когда видишь человека, который, может быть, решился на такой поступок, может быть, ну, неизвестно, какие были, скажем так, тяжело. Люди все равно волонтеры, как бы они знают, на что идут. То есть, ну, помогаем все равно, как бы, сами как можем, в крайних случаях. По крайней мере, у меня недавно девушка начала участвовать, да, то есть в поисках. Ну, для нее, во-первых, это было сложно. Во-вторых, она, то есть сразу, я ее предупредил об этом, но что она мне ответила, то, что я готова. То есть, ну, в любой другой момент, опять же, я всегда рядом, я знаю, как действовать в тех или иных ситуациях. То есть, всегда помогу. И не важно, будет это близкий человек, либо это просто наш волонтер, потому что мы дорожим каждому. Что толкнуло Виталия Чайкова на столь отчаянный шаг, неизвестно. Истинную причину смерти предстоит выяснить следователям. Елена Смирнова, Денис Лопарев, 12 канал. 75-летие со дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечают сегодня в России. 5 декабря 1941 года решалась судьба целой страны. Немцы подошли так близко, что могли в бинокли рассматривать Кремль. И лишь благодаря ратному подвигу солдат и офицеров, среди которых были тысячи мечей, фашистов удалось отбросить и отстоять столицу. Сейчас в Омске проживают 28 участников тех страшных событий. В юбилейный день им вручают подарки и поздравляют с памятной датой. А память о тех, кто пал смертью храбрых, почтили в Парке Победы. Ветераны, члены областного правительства, городской администрации, общественники и кадеты возложили цветы и венки к скульптуре «Мать Сибирячка» и «Вечному огню». Мы понимаем, что все меньше и меньше наших ветеранов Великой Отечественной войны вместе с нами. Они уходят. Уходят так же незаметно, как они незаметно выполнили свой долг. Честно и добросовестно. Сейчас поступают звонки, пишут письма людям с просьбой что-то помочь, восстановить, исправить, может быть, неправильно оформленные документы с местом погребения. После возложения цветов в Парке Победы делегация отправилась на церемонию к памятнику маршалу Георгию Жукову. В этом году отмечают 120-летие со дня рождения военачальника. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев посетит Омскую область с рабочим визитом. По приглашению губернатора Виктора Назарова он примет участие в совещании по развитию племенного дела и молочного животноводства Сибири, которое состоится летом. Об этом шла речь сегодня во время рабочей встречи в Москве. Глава региона рассказал федеральному министру о крупном инвестиционном проекте, который реализуется в области, а именно о модернизации крупного агропромышленного предприятия, выпускающего мясную продукцию. Правительство области готово помочь в развитии необходимой инфраструктуры, но при этом рассчитывает на поддержку со стороны федерального минсельхоза. Рассказал Виктор Назаров также о разработанной долгосрочной региональной программе развития молочного животноводства. Добавлю, что в этом году на развитие АПК области направлены 3 миллиарда 57 миллионов рублей господдержки, в том числе 715 миллионов из региональной казны. И смотрите во второй части программы. Закрыто на обработку. Чем заболели воспитанники одного из детских садов Омска? Любочка и городовой встретят омичей в Кремле. Но вот эта снежная заготовка – легендарная Спасская башня. В Советском парке начали строить необычный снежный городок. И взрослые птицы улетели, покалеченный птенец остался. Лебеди, жившие на озере Уачиерского монастыря, все-таки отправились в теплые края. Массовое отравление, ротовирусная инфекция или беспочвенная паника? В нашу редакцию обратились обеспокоенные родители, чьи дети посещают один из детских садов Омска. Они сообщили, у девятерых детей в течение двух дней появлялись признаки отравления. Слабость, тошнота, рвота и расстройство кишечника, поднималась температура. Детский сад в экстренном порядке закрыли на помывку. До среды все дети будут находиться дома, причем больше всего родителей возволновало сообщение, что массовые заболевания начались во многих детских садах города. Якобы в Омске бушует мутировавшая ротовирусная инфекция. Что произошло на самом деле, пыталась разобраться Мария Седнева. О том, что в группе детского сада вспыхнула неизвестная инфекция, мама одного из малышей узнала из общего чата в мессенджере. Родители создали его, чтобы обсудить детали выпускного. Но вечером 30 ноября сообщения стали поступать совсем не праздничные. Первое сообщение появилось около 9 вечера, что у одной девочки была рвота. И мой ребенок уже признался, что, оказывается, рвота была еще у двух детей уже в садике непосредственно. В четверг я ее не повела в садик, так как боялась, что это, может быть, отравление было, или какой-то вирус, инфекция. А в пятницу уже рвота появилась у моего ребенка. Тошнота, слабость, рвота и температура чуть больше 37. В течение двух дней эти симптомы проявились у девяти воспитанников детского сада. После выходных дошкольное учреждение сразу закрыли на помывку. А в родительском чате появилось по-настоящему тревожное сообщение от одной из мам. Внимание! Только что звонила заведующая. Департамент образования закрывает большинство детских садов города на помывку в понедельник и вторник. У нас пока два эпидслучия, а в других десятки. Попросила донести до родителей эту информацию. Коллектив нашего детсада не виновен. Инфекция в городе. Случай серьезный, так как департамент закрывает на два дня. Чего не было. В самом детском саду вспышку инфекции отрицают. Говорят, учреждения закрыли на плановую обработку. В преддверии новогодних утренников. Такую глобальную уборку с применением дезинфицирующих средств по действующим санитарным правилам персонал детсада может проводить раз в месяц. Помывка длится не больше двух дней. У нас нет никаких предписаний САНПИНа. У нас нет выездной проверки Роспотребнадзора. Поэтому если будут предписания Роспотребнадзора и выезд, тогда мы об этом вам сообщим дополнительно. То есть именно в случае какой-то эпидемии закрывают Роспотребнадзор? Роспотребнадзор, да. А вот именно эти дни, это наши дни по праву, и мы ими воспользуемся. А вот в областном Минздраве подтвердили, сразу несколько детей из этого дошкольного учреждения действительно подхватили одну и ту же инфекцию. В лечебное учреждение обратилось 4 ребенка с признаками острой кишечной инфекции, посещающих дошкольное общеобразовательное учреждение. После обследования один ребенок госпитализирован, трое получают лечение амбулаторно. Состояние всех оценивается как удовлетворительное. Сейчас медики анализируют, насколько массовый характер у кишечной инфекции и были ли вспышки в других детских садах. О результатах обещали сообщить СМИ в ближайшее время. Свою оценку позже даст и Роспотребнадзор. Его специалисты также проводят проверку. Мария Синева и Андрей Циханович, 12 канал. К Новому году в Омске появится настоящая снежная крепость. Причем это будет московский Кремль в миниатюре. Со стенами, башнями, сенаторским дворцом и даже катком, которые на каникулах заливают на Красной площади. Словом, копия получится весьма точной, только с елкой вместо мавзолея. Сколько снега и льда понадобится на этот масштабный проект, и когда мечи смогут прийти сюда на прогулку, расскажет Сергей Лесков. И хотя возведение снежного Кремля еще только началось, масштабы проекта действительно поражают. И не только размахом строительства. Ледяная крепость займет территорию в полторы тысячи квадратных метров. Но и своей реалистичностью. Вот она, Кремлевская стена. Совсем скоро на ней появятся мерлоны, узнаваемые зубцы бойницы. За ними можно будет разглядеть ледяную копию сенаторского дворца. Ну и, конечно, архитекторы не забыли о знаменитых кремлевских башнях. Ну а вот эта снежная заготовка – легендарная Спасская башня Кремля. Сейчас она высотой около четырех метров, но архитекторы планируют нарастить ее до восьми. Наверху будет установлена рубиновая звезда, которая будет гореть. Ну и, конечно, не обойтись без знаменитых кремлевских курантов, на которых будет вестись отчет до начала Нового года. А вот таким снежный городок предстанет перед амечами после завершения строительства. Для того, чтобы воплотить смелую идею в жизнь, архитекторам понадобилось почти тысяча кубометров снега. Его собирали по всему парку. И хотя сходство с Кремлем имеет большое значение, это все же не памятник, а самый настоящий развлекательный комплекс с запутанными лабиринтами и ледяными горками. Так что скучно здесь не будет ни детям, ни взрослым. А вот эти ледяные кубы использоваться при строительстве самого Кремля не будут. Из них сделают горки для самых маленьких и установят, ну скажем так, на Красной площади перед самой Кремлевской стеной. Кстати, большой каток, как и в Москве, здесь тоже будет. Правда, расположится он не на импровизированной Красной площади, а на территории самого Кремля. Еще одна особенность снежного городка – омские достопримечательности. На входе в крепость гостей будут встречать знакомые всем персонажи, вырезанные изо льда скульптуры Любочки, омского городового и пожарного Васильича с омской каланчи. На самом деле работа несложная для тех людей, которые занимаются этим всю жизнь. Это хобби, тот самый вариант, когда работа делается в удовольствие. Людей будет привлечено, на данном моменте привлечено 5 человек, но сейчас по мере появления заготовок, башен и стен, будут подключаться скульпторы и художники. Основные подготовительные работы на территории крепости почти завершены. Художники и скульпторы выйдут на объект уже в ближайшее время. И день за днём, работая пилами, топорами и стамесками, будут превращать эти бесформенные глыбы в настоящие произведения искусства. Ну а попасть на первую экскурсию в Снежный Кремль можно будет уже 25 декабря. Сергей Лисков, Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. А сейчас время новостей спорта. Я приветствую в студии Алексея Дареева. Привет, Алексей. Привет, Денис. Алексей, насколько я знаю, в минувшие выходные Александр Пережогин стал лучшим снайпером авангарда на высшем уровне. Действительно, шайба, которую он забросил в Братиславе в матче со Слованом стала 172-й в карьере Александра Пережогина в чемпионатах России за авангард. И таким образом Пережогин превзошёл рекорд Максима Сушинского, установленный 11 лет назад. Для этого ему понадобилось провести 539 игр. Но я напомню, что свою первую шайбу за авангард Пережогин забросил ещё более 15 лет назад. 14 ноября 2001 года в Магнитогорске местного металлургу. В хоккейной теме мы сегодня ещё вернёмся, а теперь к другим новостям. В центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике завершились 31-е открытые всероссийские соревнования в памяти заслуженного тренера СССР Галины Павловны Горенковой, участницами которых стали более 200 спортсменок из 30 российских регионов, а также из-за рубежа. Омские грации провели этот турнир на очень высоком уровне, завоевав первое общекомандное место, а также взяв все золотые медали в многоборье. Воспитанницы Оксаны Курганской оказались сильнейшими в групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта. Лучшими наши девушки стали и по результатам индивидуального многоборья. У кандидатов в мастера спорта на педестал поднялись только наши землячки. А группа под руководством Елены Арайс победила в соревнованиях мастеров спорта. В этой самой престижной категории главной награды турнира удостоилась амичка Виктория Данильчук. Сейчас Виктория готовится к международным соревнованиям, которые пройдут в Люксембурге. Там омская художница будет показывать ту же программу и под тем же правилом судейства, что и на мемориале Горенковой. У нас в этот раз после Олимпийских игр меняются правила соревнований. Как всегда, раз в четыре года. И вот в конце года президент нашей федерации Ирина Александровна Урсманова сказала нам, дала такой совет, чтобы уже начинать готовить гимнасток по новым правилам. Но мы, как всегда, так стараемся идти впереди планеты. Потому что у нас уровень нашей гимнастики российской очень высокий. Вот мы учимся. Амичи завоевали четыре награды первенства Сибирского федерального округа по фехтованию, завершившегося в Новосибирске. Омскую область на турнире представляли 14 спортсменов. Шпажисту Владиславу Маринину удалось завоевать серебряную медаль в личном первенстве. Мария Недашковская стала бронзовым призером соревнований. Амичи также оказались на третьем месте в командных соревнованиях среди девушек и вторыми в состязании юношей. Уже 9 декабря в Омске на помост выйдут самые юные фехтовальщики нашего региона. Спортсмены 1999-2002 годов рождения померятся силами в рамках первенства Омской области. Всего в этих соревнованиях планируют поучаствовать около 120 человек. Ну а главным событием декабря станет участие омских спортсменов в этапе юниорского Кубка мира по фехтованию. Мария Синер, Алина Масейко и Павел Никитин отправится в немецкий Дармаген уже 10 декабря. В Астане завершился третий этап Кубка мира по конькобежному спорту, в котором выступили более 120 скороходов из России, Канады, США, Японии, Китая, Италии, Южной Кореи и других стран. В составе сборной России, которая по традиции претендует на самые высокие места, выступала Амичка, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, заслуженный мастер спорта Ольга Граф. По итогам состязаний наша землячка в третий раз подряд попала на пьедестал нынешнего розыгрыша Кубка мира. На сей раз сборная России, в составе которой помимо Ольги Граф бежали Наталья Воронина и Екатерина Шихова, заняла третье место, уступив только представительницам Японии и Нидерландов. Стоит напомнить, что на первых двух этапах Кубка мира, которые проходили в Харбине и Нагано, Ольга Граф в командной гонке выиграла серебряную и бронзовую медали соответственно. В завершение, как и обещал вновь о хоккее, не только Александр Пережогин в эти дни обновлял рекорды. Новое достижение в свой и без того богатый послужной список внес бывший ястреб Яромир Ягр. Ныне защищающий цвета клуба Флорида Пантерс. Матч против Detroit Red Wings в предыдущем туре стал для чешского нападающего 1653 в НХЛ. Таким образом, форвард обошел по этому показателю Марка Рекки, который является трехкратным обладателем Кубка Стэнли и занял четвертую позицию в истории НХЛ по общему количеству игр, проведенных в Североамериканской лиге. Мы желаем и вам переписывать ваши персональные рекорды. Любите спорт! Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Дарьева. И еще на околоспортивную тему. По строению торжественной парад воспитанники кадетской школы-интерната торжественно отметили открытие нового спортгородка. Площадку юнормейцам подарил Омский нефтезавод. Физподготовка для будущих защитников Родины важна, а занятия на свежем воздухе полезны. Причем тренироваться на новой площадке можно круглый год. Вместе с кадетами к здоровому образу жизни приобщался и Владимир Мутовкин. Это первый раз, когда спортивный городок в Омске открывают военным парадом. Воспитанники кадетской школы-интерната уже через полчаса опробуют лед на хоккейной коробке и спортивные тренажеры. А пока дисциплина заставляет держать строй. Для почетных гостей торжественное приветствие и традиционный, но от этого не менее зрелищный, рукопашный бой. Спортивный городок построен на средства Омского нефтезавода. Компания «Газпромнефть» реализует программу социальных инвестиций «Родные города», улучшая инфраструктуру Омска и заботясь о том, чтобы молодежи было где воспитывать здоровый дух. Поколение новое, оно должно расти здоровым, подготовленным к любым испытаниям. Поэтому мы вот так точно и очень аккуратно пытаемся решить вопросы развития наших детишек. Отдельно презенту от ОМПЗ радуются в мэрии Омска. Во-первых, это не последняя спортплощадка, подаренная Омским нефтеперерабатывающим в планах открытия новых. А во-вторых, комплекс протестирован как место сдачи норм ГТО. Теперь можно зачеты здесь принимать хоть у всех школьников города. Огромное спасибо руководству нефтезавода, потому что они помогают нам на самом деле вот в это нелегкое время, так скажем, помогают восстановить нашу материально-техническую базу. Это и восстановленные спортивные залы в школах, и строительство спортивной площадки. Торжества позади. На льду хоккейной коробки начинается первый матч. Впрочем, одними ледовыми баталиями здесь дело не ограничится. Площадка многофункциональная, со специальным покрытием. Летом здесь можно в футбол и баскетбол играть. Здесь в белых снегах России и города Омска иметь такой спортивный городок – это просто находка. Здесь теперь полнолюдно летом и зимой, в любую погоду, даже, как видите, в снег. Почетные гости уже уехали, а кадеты еще долго осваивают новый спортгородок. Весело, полезно и под внимательным присмотром педагогов сплошная польза. Многофункциональный спортивный городок едва открылся, а уже заполнен кадетами, которые вовсю здесь тренируются. Для этого все условия созданы. Вот спортивные тренажерчики есть прекрасные. Ну, конечно, мне уже, наверное, сюда поздновато приходить, а ребятам в самый раз. И что самое главное, как говорит руководство кадетской школы-интерната, жители окрестных домов и воспитанники близлежащих школ по договоренности также будут приходить сюда, чтобы развивать в здоровом теле здоровый дух. И последнее. Встали на крыло пара лебедей-шипунов, облюбовавшая источник в Ичиирском монастыре, все-таки улетела в теплые края. Напомню, на постой в святой обитель две пары пернатых пролетели еще в начале ноября. 30-ти градусные морозы одна из взрослых птицы не пережила. Пострадал от холода и один птенец. Неокрепший краснокнижник практически не выпрямлял шею и ничего не ел. Заботу о больном взяли на себя прихожане монастыря. Не покидали птицу и сородичи. В минувшую пятницу птенца перевезли в птичью гавань в теплом вольере, уверяют специалисты, лебедь должен пойти на поправку. А вот здоровые лебеди все же поддались инстинктам и улетели в теплые края. Все наши новости на сайте 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды. Дождитесь. Евроокно Стандарт. Окна для вашего дома. 700-007. Мимо! Мимо! Уй, точно! Два ГИС. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе в одном приложении. Скачайте бесплатно. Два ГИС. Если быть точным. Работает оффлайн. Посмотри, где тот овощной ближайший. В лаборатории Манол каждый день кипит работа. Наши инженеры разрабатывают новые формулы, чтобы двигатель работал чище, дольше, стабильнее, мощнее. Уникальные инновации Манол. Это немецкий взгляд на то, каким должен быть ваш автомобиль. Совершенство доступно. Смотри, не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри, не переплачивай. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены. Подарок новогодний Дин Дон 200 грамм 79 рублей. Горошек зеленый Фолани 425 миллилитров 29,90. Нектар Ермак 3 литра 99 рублей. Низкоцен в Горьковском. Наш любимый магазин. Дед Мороз, мне б смартфончик на Новый год. Хм, смартфон? Пожалуйста. Отдохнуть бы мне на островах райских. Хорошо. С кредитом от Банка Восточный исполняются ваши желания. Банк Восточный. Партнер Нового года. Нужны подарки. Мир самоцветов. Ленина 21, Валиханова 6. И о погоде. Завтра, 6 декабря, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью минус 15-20 градусов. Днем 19-22 ниже нуля. В Омске в ночные часы до минус 19. Днем 17-20 градусов мороза. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин